Сначала мы хотели бы представить Александра Ерофеева, который рассказал бы некий портрет, портрет регионального пользователя интернета. Как вообще человек, что делает в таком просто городе, как Космодемьянск. А затем как раз предложить эту тему Игорю Щегулеву и всем остальным министрам, чтобы они ее могли как-то прокомментировать. Давайте мы для затравки тогда послушаем некоторые цифры сначала. Александр. Здравствуйте, меня зовут Александр Ерофеев. Мы, когда ехали в Космодемьянск, пытались на какой-то момент понять, куда мы едем, что это такое. И мы в том числе пытались понять, что здесь происходит с интернетом. Потому что люди, живущие внутри Москвы, у них есть страшное представление о жизни за пределами Москвы. Есть ли она там, есть ли там соединение какое-то. Мы провели небольшое исследование. И если коротко, то можно сказать, что Космодемьянск это в каком-то смысле, ну такой вот типичный русский город, российский город с точки зрения интернета. Или по-другому можно сказать, что интернет в России, он смещается из Москвы и Петербурга вот в такие небольшие города. И то, что здесь происходит, это такая очень типичная, очень характерная для России картина. Что здесь происходит? Значит, во-первых, интернет в российском городе небольшом, он достаточно молодой. 90% пользователей в Космодемьянске, они моложе 40 лет. И примерно половина моложе 25. Вот. А он достаточно дешевый. Вообще об этом тоже, наверное, надо сказать, потому что 2 или 3 года назад ситуация с интернетом была, доступный интернет в столицах, и дальше дорого, плохо. Там были исключения, конечно, хорошие, но в целом ситуация была плохая. Сейчас ситуация напоминает такое лоскутное одеяло, и опять Космодемьянск в этом смысле очень показательный. Интернет здесь в среднем, по словам пользователям, стоит им в месяц где-то 300-400 рублей, что немного, но при этом много с точки зрения доходов. Это где-то процентов 10 от их месячного дохода, что достаточно существенно, как вы представляете. Здесь один провайдер, но есть все три больших мобильных оператора. Ну вот Космодемьянск пониже, но в целом по России расходы на интернет, они варьируются от полпроцента в Москве до где-то 10-15% на юге и в Дальневосточном федеральном округе. Наверное, если говорить о доступности дальше, на эти цифры тоже надо смотреть, потому что есть доступность относительная, есть доступность абсолютная. Есть один оператор, да, кстати, другой стереотип внутри Москвы о том, что весь интернет за Москвой это дайлап, ну нет здесь особенно дайлапа. И вообще в России дайлапа за последние пару лет стало очень мало. Он есть, где-то 10-15%. Наверное, он больше деревня где-то, ну совсем в удаленных районах, но вообще это на самом деле более-менее сносное, до 1 мбит в секунду соединение. Ну и теперь нам бы хотелось спросить у Игоря Щеголева о том, что делается, может быть, в смысле продвижения интернета от столиц в регион. Направление, понятно, быстрее, дешевле, доступнее. Просто несколько цифр. Австралия, страна все-таки существенно меньше России, сейчас запускает свой национальный проект. Он заключается в том, что по побережью Австралии будет проложено оптическое кольцо и все. Может быть, двумя там ракордами они его пересекут через основную территорию, через глубинную. Стоимость проекта 40 миллиардов австралийских долларов. Сошлись на том, что сегодня это уже больше американского, австралийский больше одного американского доллара. То есть, если вы произведете небольшое арифметическое вычисление, вы получите, что на достаточно простой по большому счету проект Австралия собирается потратить более триллиона рублей в пересчете. Германия планирует к 2014 году выйти на 85% проникновения 100 мегабитной сеть. То есть, 80% домохозяйства будут иметь доступ в 100 мегабит. Оценивается этот проект, он такой совместный. В основном они рассчитывают привлечь частные деньги, но ряд государственных стимулов они для этого дела разрабатывают. Это будет стоить 50 миллиардов евро. Это Германия, и то они не замахиваются на 100% домохозяйства, они говорят про 85, еще более простая арифметика, это 2 триллиона рублей. Если просто нарезать Россию на количество Германии, мы очень быстро убедимся в том, что для подобного рода проектов у нас просто нет свободных средств. И в целом таких средств просто нет, и вопрос в том, нужно ли нам пытаться копировать такие подходы. Все-таки, при всем при том, если вы сравните качество мобильной связи в России и в Соединенных Штатах, и даже в России в ряде европейских стран, а качество интернета, мы с Евгением об этом сегодня говорили, в России, даже в Казимедемьянске, в Австралии, вы убедитесь, что мы лучше. По качеству мы существенно лучше, потому что в ваших словах была ошибка, здесь работает не 3 мобильных оператора, здесь работают 5 мобильных операторов. Назвали только 3. Назвали только 3, но остальные, они все-таки местные по-волжески, это Smarts и не совсем NSS, там другой бренд, но так или иначе это одна из сотовых дочек Ростелекома. У них интернета нет? Забудете про маржу и про показатели, а будете только вкладывать в решение социальных задач, мы не можем, но вот такое наше совместное обсуждение показало, что есть коммерчески выгодный проект, он заключается в строительстве сетей CDMA, новый релиз, который будет позволять давать и очень неплохие скорости, это будет действительно мобильный интернет или фиксированный интернет, такой доступ есть. Сейчас компания планирует программу по увеличению доступности интернета в небольших населенных пунктах, в сельской местности и планируется, что до 2015 года это застроит примерно 5-4-9-5 миллионов домохозяйств как раз в таких небольших населенных пунктах и на селе. Это одна история, и вторая история, конечно же, это перспектива, безусловно, оптика. Безусловно, оптика, и сейчас уже ситуация на рынке такова, что города с населением 20 тысяч человек представляют коммерческие интересы, соответственно, сейчас, ну, здесь и так оптика лежит, но для городов такого профиля тоже существует программа, конечно, прежде всего, в европейской части по доведению оптики до здания. То есть это пока еще не FTTH, это FTTB, но это уже трипл плей, то есть это интернет-телевидение, это сто слышных каналов, это и передача данных от одного мегабита, если позволяет сеть, и их качество, медных сетей, из которых стоит разводка по домам, и, соответственно, там же есть голос. По большому счету, это вот как раз, если мы говорим про масштаб 20 тысяч плюс, это уже коммерчески привлекательная история, где вполне можно рассчитывать в том числе на появление конкурентов. Но они уже есть, они уже есть, потому что с оптикой сейчас или с медью, хотя это не DLAP, это ADSL, уже вовсю соперничает мобильный интернет. Тем не менее, если сложить расходы жителей Космодемьянска на интернет, здесь примерно половина домохозяйств имеет интернет, это где-то в районе 4-5 тысяч семей. Если вы это умножите на 400 рублей, если вы это умножите на 12 месяцев в году, вы получите расходы на интернет просто на соединение, около миллиона долларов для очень маленького города. То есть вот так или иначе, средний российский город — это рынок 2-3 миллиона долларов. То есть это действительно коммерчески привлекательно. Я хотел бы уточнить цифры. Если мы говорим про 4 тысячи семей, то это 15 тысяч человек. Нет, это проникновение уже не 30%, про которое мы говорим в стандарте, это проникновение 75%, а это уже 3 тысячи умножить на 3 в среднем в семье — это все равно по 50%. То есть это уже показатель крупных городов. И наши данные показывают, что в этом году как раз динамика роста сместилась в сторону небольших населенных пунктов. Пока это еще не меньше 100 тысяч, это между 100 и 500 тысячами человек. Но так или иначе, по темпам роста, по проникновению, они уже опережают большие города, где ситуация близка к насыщению. Я бы хотел добавочный вопрос. Вы упомянули такое словосочетание, как конкурентная среда. Везде ли, так как это здесь, есть вот эта конкурентная среда на рынке интернета? Это одна из больших дискуссий, которые мы ведем с другими нашими коллегами по правительству, в частности с Федеральной антимонопольной службой. У нас почему-то считается, что фиксированная связь, оптика, она стоит особняком. При том, что основная тенденция на рынке, что интернет уходит в радиотехнологии, в мобильные беспроводные технологии по понятным причинам. Это и удобнее, это и современнее, и все современные устройства, они в значительной степени рассчитаны, и даже рыночные модели и приложения рассчитаны на потребление на ходу. Поэтому мы считаем, что это абсолютно конкурентные технологии, и здесь мы можем говорить о технологически нейтральном подходе с точки зрения регулирования. Если есть мобильный интернет на скоростях, сопоставимых с медиа, с DSL, то это абсолютно конкурентная история. Здесь такая конкуренция уже есть. Интересно, а что было бы, если бы Ольга Турищева, вице-президент Рамблера, добиралась бы с помощью онлайна, а не с помощью оффлайновых коммуникаций, а с помощью билайн-интернета, если бы она добиралась, сколько бы она к нам проехала. Вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию в МПЛКОМа, прошу приветствовать. Как раз я хотел бы передать ей слово и спросить. Мы от Александра услышали портрет среднего пользователя интернета в малых городах. Как сказал Игорь Щеголев, постепенно интернет от волокна смещается к интернету мобильному. И вот Ольга Турищева, мне кажется, компетентна в этом вопросе, чтобы рассказать нам, каков же портрет средний пользователя мобильного интернета, ну, на примере компании ВМПЛКОМ. В маленьком городе. Спасибо, да, Александр. Ну, я хочу сказать, что вообще для вице-президента телеком-оператора опоздать на панель с министром, это, ну, сами можете представить, что это такое, поэтому такие минуты мне хочется чувствовать себя просто женщиной. Среда станет менее конкурентной, я чувствую. Да, ну, во-первых, наверное, самое ключевое отличие заключается в том, что в российских регионах, в особенности в малых городах, проникновение широкополосного интернета значительно отличается от больших городов. Поэтому скорости ниже, стоимость выше, как ни странно, и рынок, вот то, о чем говорилось в предыдущем вопросе, рынок гораздо менее конкурентен. Поэтому, в принципе, с точки зрения самого портрета каких-то существенных изменений по пользованию у людей, проживающих в малых регионах, по сравнению с крупными городами, нет. Все те же социальные сети, все те же новости. Единственное, что, может быть, в большей степени людей интересует локальный контент. И это мы видим там на примере многих успешно развивающихся локальных площадок. Но вот в отношении того, что используют люди, конечно, разница есть существенная. Мы смотрим сейчас на свою базу, и мы видим, что проникновение так называемого мобильного интернета на ладж-скрин или USB-модемов достаточно хорошо идет в малых городах. Причем 85% людей, которые пользуются USB-модемами, как правило, светятся только в одной или в двух базовых станциях. О чем это говорит? О том, что это действительно реально альтернатива фиксированным провайдерам. Я сейчас ехала, совершила сейчас такой прям мажебросок по полям и весям. И надо сказать, что, во-первых, хочу похвалиться, потому что, безусловно, приятно видеть, что достаточно большая территория, причем территория не только городов, а в том числе и прилегающих территорий, покрытые 3G. И это дает возможность пользования, безусловно, хорошим, качественным, скоростным интернетом. Дальше, наверное, что имеет смысл сказать, да, то, что вот в отношении пользования мобильным интернетом на телефонах ситуация дементрально противоположная. То есть пользователей и проникновение мобильного интернета в больших городах выше, чем в регионах. Но это понятно. Почему? Потому что основной барьер в отношении пользования мобильным интернетом – это, конечно же, телефон. Ну а дальше уже вопрос покупательской способности, потому что нужно покупать смартфон. Пользование через обычный телефон, который имеет доступ в интернет, оно весьма ограничено. А смартфонов на конец первого квартала проникновение было только 9%. Извините, я знаю, мы вчера обменились мнениями, и мне рассказали, что сейчас есть смартфоны за 4000 рублей. Я понимаю, что для Казмодемьянска это сумма, но тем не менее, насколько я понимаю, и у вас есть устройства недорогие в том числе. Да, безусловно. Самый дешевый телефон, он сейчас смартфон, позволяющий получить полноценный опыт в интернете мобильном, стоит 3990 рублей. Но тем не менее, все равно это некий факт, что на сегодняшний день проникновение трубок смартфонов в 9% всего лишь в базе, оно растет, безусловно. То есть мы видим очень хорошую динамику, потому что всего лишь квартал назад это было 7%, и если такие темпы роста будут продолжаться, то я думаю, что к концу года мы выйдем на 13%. Причем вот те телефоны, которые играют в том числе в среднеценовом сегменте, как правило, используют операционную систему Android, Android вырос на 91%. И, конечно, это самый впечатляющий рост на сегодняшний день в базе. То есть они во многом обходят сейчас и iOS-платформу. Поэтому сказать, что есть какое-то значимое отличие в портрете регионального пользователя, наверное, нет. Но с точки зрения того, что использует пользователь, и значение мобильного интернета, и высокоскоростного мобильного интернета в регионах и в малых городах, безусловно, большое. Да, у меня еще один вопрос к Ольге Турищевой. Тем более, что рядом с вами стоит министр. Давайте все смоделируем небольшую оценку. Пришли вы на прием к министру, ну, для того, чтобы пожаловаться на что-нибудь. Ведь у вас наверняка есть какие-нибудь трудности в распространении мобильного интернета. Давайте сделаем эту жалобу публичной прямо сейчас. Ну, я могу пожаловаться, знаете, как сказать, что, во-первых, у нас большое число временных зон, это очень плохо. У нас очень большие расстояния. Игорь, а легче сократить, пожалуйста. Я сейчас ехала, встретила только ограниченное число населенных пунктов, при том, что проехала 200 километров. На самом деле, если говорить о мобильном интернете и о тех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, они в большей степени лежат в особенностях нашей страны. Надо завести побольше людей, да? Ну, вы знаете, даже бог с ним, с людьми, а вот с расстояниями. То есть, если бы эти все люди располагались на гораздо меньшей территории, то, я думаю, что было бы гораздо проще. Нет, на самом деле, самая большая проблема, это, конечно... Это вам к министру внутренних дел надо обратиться. Хорошо. На самом деле, конечно, проблема этой территории, это транспорт. Если говорить, например, о Дальнем Востоке, то практически единственной альтернативой транспорту... Ну, я говорю о магистральных сетях, то есть транспорт имеется в виду в нашей терминологии, это магистральные сети. Единственная альтернатива — это спутники. Спутники ограничены, стоимость резервирования высокая. Поэтому, например, если говорить о стоимости безлимитного интернета или других пакетов на Дальнем Востоке, они в разы превышают даже московские тарифы. И вот это единственная, наверное, большая достаточно проблема российская — это территория, это транспортная сеть, которая позволяет доставлять, это спутниковые каналы, если говорить о удаленных территориях. И за счет того, что плотность населения сравнительно низкая, то о чем мы только что шутили, конечно же, не во всех случаях нам рентабельно строить эту сеть. Что же ответит записавшийся к нему на прием Ольга Турищева, министр связи? Игорь Щеголев. Частично вы уже за меня ответили. Я думаю, что Рашид Гумарович будет тоже не прочь пообщаться с Ольгой. На тему компактного проживания. На тему компактного проживания. Мы знаем, у нашей истории такие примеры были. Они, в общем-то, известно, чем закончились. Все вернулись на свои места, где привычные жители. Сейчас немножко другая тенденция. Все стягиваются в Москву, Пиццер и другие города-миллионники. Наверное, это вам помогает. Но я думаю, что одна из задач этих экспедиций, это уже вторая экспедиция подобного рода, как раз показать, что может быть интереснее и приятнее жить в малых городах. И, наверное, нужно многое делать для того, чтобы для этого соответствующие условия создать. И, опять-таки, отталкиваясь от слов Ольги, спутник, напомню, что мы сейчас как раз работаем над таким проектом. Это один из проектов, который проходит по линии президентской комиссии. Это создание спутниковых систем высокоскоростного доступа в интернет. Это в КАА-диапазоне. Такая возможность есть. Мы планируем запустить до 2014 года три таких спутника, которые накроют большую часть России. Естественно, антенны будут сформированы так, чтобы принимать в расчет плотность населения. Но, преимущественно, конечно, это предназначено для тех людей, которые живут в небольших населенных пунктах. В идеале терминал будет представлять из себя спутниковую тарелку размером чуть больше той или сопоставимой с той, которая сейчас служит для приема телевизионного сигнала. И еще один шаг, параллельно тоже над ним работаем, это совмещение двух тарелок с тем, чтобы можно было принимать на одну антенну и спутниковое телевидение, и спутниковый интернет. Вы знаете, что мы по степени проникновения спутникового телевидения тоже стали одной из страной лидеров. У нас счет идет на миллионы. Очень большая скорость перерост. Благодаря отчасти удачно выработанной модели, бизнес-модели. С другой стороны, благодаря производству, которое тоже российское, от дизайна до сборки. И в целом мы очень рассчитываем на то, что это тоже поможет дойти дополнительно до двух миллионов домохозяйств, именно на тех территориях, куда дотянуться к кабелям практически невозможно. Что касается работы вдоль транспортных сетей, это как раз один из предметов нашей дискуссии с операторами. У нас в этом году идет большой проект на Дальнем Востоке. Это трасса Читахабаровск. Мы рассчитываем, что осенью этого года начнем с мобильной связи. Но если показатели окажутся интересными для операторов, рассчитываем, что и 3G, наверное, со временем там тоже появится. То есть мы постараемся полностью накрыть эту трассу мобильной связи, что в масштабах нашей страны, и учитывая скорость, с которой нужно это делать, тоже большой беспрецедентный проект. И прежде чем мы продолжим, у меня вопрос сразу к двум участникам нашей дискуссии. В мобильном интернете, как мне кажется, есть такая же позорная для нашей страны вещь, как и в мобильной связи. Это внутристрановой роуминг. Мне бы хотелось ваше соображение по этому поводу услышать. О перспективах внутристранового роуминга. Будем ли мы когда-нибудь приезжать, я не знаю, из Москвы. К бабушке, да. В Казмодемьянск или из Казмодемьянск в Москву, и не думать, чтобы сменить оператора, симку и так далее. Тариф. Ну, я хочу сказать, что ваша информация устарела. Это я вам подал, Ольга, чтобы вы загасили. Гасите. Ловлю. С 21 июня мы отменили интернет-роуминг по России. Вот, и теперь все услуги, касающиеся и безлимитного роуминга, и беззаботный интернет, который направлен на более низкие слои населения, которые имеют дневной кукэп, они тарифицируются по тарифам домашней сети. Вот, плюс еще, ну, вы знаете, что мы работаем не только в России, а во многих других странах, поэтому в рамках нашей сети Билайн у нас существует большое количество предложений, в том числе в странах СНГ. Вот, сейчас будем работать над предложениями и по другим направлениям, популярным, туристическим, и где люди могут подключить себе услугу и за 49 рублей иметь 100 мегабайт на телефон в день, что более чем достаточно. Поэтому мы, конечно, прекрасно это понимаем. И вообще хочу сказать такую очень важную вещь, что для нас, безусловно, мобильный интернет, как на телефонах, так и на модемах, это очень важный и, я бы сказала, стратегический продукт. Потому что сейчас, на сегодняшний день, он является драйвером роста. И мы вообще считаем, что, то есть, та скорость, с которой мобильный интернет будет проникать и расти, она во многом недооценена на сегодняшний день. Поэтому мы сейчас работаем, очень много действий предпринимаем, направленных именно на проникновение этой услуги. Вот это, в первую очередь, как я уже сказала, работа с смартфонами, и, во вторую очередь, это работа на тарификации, потому что для людей подчас, это не вопрос, дорого или это дешево, хотя, конечно, это тоже имеет место быть, а это вопрос предсказуемости тарификации. Это то, на чем мы начали работать, начиная с декабря месяца. И это дает свои результаты, потому что то, что мы сейчас видим, по набору, и по вновь пришедшим в интернет, конечно, очень хорошие результаты, потому что только нулевые зоны в социальных сетях, например, нам дали возможность привлечь 35% пользователей, которые никогда не пользовались до этого интернет. Игорь? Отменим роуминг. Давайте отменим. Цель сейчас. Прямо отсюда из Казмодемьянска. Таких полномочий, к сожалению, не имею, но отмена национального роуминга, безусловно, является нашей целью. Мы вместе с компаниями работаем над этим и по части роуминга для стран СНГ. Сейчас работаем над снижением радикальных тарифов на роуминг для стран Евросоюза. Вы, наверное, слышали, достаточно много мы на эту тему с ними дискутировали. Осенью у нас очередной раунд переговоров. Рассчитываем, что это к определенным результатам приведет. По Финляндии уже они частично есть. Подождите, подождите. Удалось договориться о существенном снижении тарифов на роуминг. Кто из присутствующих в зале, если мы хотим перейти к режиму интерактива, сможет дать определение, что такое роуминг? Юридическое, от которого можно было бы оттолкнуться. Что это за услуга? Это как бы посредническая услуга между местным оператором, который предоставляет трафик, и оператором, который этот трафик покупает. Это может быть не совсем юридически, но с юридической точки зрения это примерно так работает. Но самое забавное, когда вы от, извините, Билайна в Москве приезжаете, или от Мегафона в Москве приезжаете в Мегафон по Волжью, у вас тоже роуминг. У меня МТС такой. И никакого местного. С МТС, я думаю, та же картина. Я не случайно спросил про определение, потому что можно где-то приблизиться. Послушайте, вот примерно то, как мы для себя формулируем. Роуминг – это плата за то, что вы получаете право пользоваться своим номером чужой сети. Все. Когда сеть станет нашей? Когда она перестанет быть чужой? Соответственно, операторы над этим трудятся. Могу просто напомнить еще про один большой проект, который связан с мобильным интернетом, и который как раз направлен на то, чтобы этого понятия в нем изначально не было, в смысле национального роуминга. Это большой проект вокруг йоты. Объединение большой четверки вместе с йотой для строительства единой сети. То есть если у операторов будет единая сеть, и они не должны будут друг с другом рассчитываться за передачу сигнала на отдельных участках, из-за чего, собственно говоря, и родился национальный роуминг, то, соответственно, в этой сети его быть не может. И йота, в общем, так и работает тоже. У них нет роуминга по стране. Независимо от того, работает ли яйцо или модем в Сочи, Питере или Москве, и еще в паре городов, вы платите один и тот же тариф. Сейчас он, к сожалению, немножко повысился, но рассчитываем, что в результате этого большого проекта он снизится. И для этого проекта понятие национального роуминга не предусмотрено. Это большой шаг, который показывает, что так жить можно. В целом, конечно же, перспектива, и, кстати, здесь, в этом регионе, многие операторы уже по этому пути идут, это объединение вот этой базовой железной инфраструктуры. Не очень хорошо, когда в нашей большой стране мы ставим через большое удаление друг от друга по три-четыре сотовых вышки рядом, соответственно, к ним идет такое же количество каналов связи, это такое же количество бригад, которые эксплуатируют, и в случае неполадок должны выезжать на эти места. С нашей точки зрения, перспективным было бы создание консорциума, при котором крупнейшие игроки совместно эксплуатировали бы несущую инфраструктуру, сокращали расходы на связь, и, соответственно, в такой модели, конечно же, национального роуминга не может быть априори. То есть наша цель — отмена. Хороший вопрос. Прозвучал из зала. Я повторю, кто не слышал. А по срокам когда? Как только, так сразу. Я хочу напомнить, что мы все-таки не в Москве, а в Казмодеменске, и у нас есть, наверное, уникальная возможность поговорить о неких локальных историях, о местной специфике. Вот еще раз напоминаю, у нас здесь еще есть, как минимум, я уже забыл, сколько, 4 или 5 министров связи, но представители министерств связи трех республик здесь есть. И было бы интересно услышать от них что-нибудь о местной специфике. Ну вот как, не как это видно из Москвы, да. Я не предлагаю жаловаться министру, как предлагал Саша. Наоборот, может быть, можно похвастаться. И вот мы слышали, что, например, в Татарстане придумали очень эффективную систему контроля доступа. Вот может быть, Николай Анатольевич Никифоров нам расскажет про Татарстан пару слов. Спасибо большое. Я, честно говоря, не знаю, что за система контроля доступа есть в Татарстане. Слухом земля помнится, знаете. Видимо, да, это коллеги из каких-то других. Нет, качество, а качество связи. А, качество связи. Такое действительно есть. И любопытно то, что этот проект проходил как раз с применением так называемой технологии краудсорсинга, когда на карте жители Татарстана, жители города Казани отмечали точки, где есть те или иные проблемы со связью. Мы выяснили, что 60% жалоб касается сотовой связи, 50% из них касалось одного из операторов. Такого же, в кавычках, лидера мы нашли и по интернету, такого же лидера нашли и по телерадиообещанию. А троллей, троллей там не было в этой системе? Как вы ее отслеживали? Может, прийти туда с бандой своих ребят и наголосовать, нет? Ну, там по каждому обращению практически был... Выезжала группа оперативная. Там все это отслеживали. Самое главное, что мы смогли очень четко локализовать проблемы. По этим проблемам поехал Роскомнадзор. Роскомнадзор, по моей информации, очень мало в стране прецедентов, когда удавалось все-таки представить конкретные иски операторам, и более того, часть из них, пречь примерно о десятке таких предписаний, мы смогли отстоять в суде. То есть дело дошло до реальных штрафов и, соответственно, до масштабных инвестиционных планов по расширению покрытия сотовой сети базовыми станциями в городе Казани в республике Татарстан. А если говорить про несколько примеров, хотел обратить внимание на такой локальный проект, который оказался очень важен. Школы по всей стране подключили к сети. Сейчас не будем говорить про скорость доступа. Тогда она была достаточной. Сейчас все хотят больше. Но когда мы делали социсследование, то выяснили, что, оказывается, несмотря на самый разный уровень социального достатка и в городах, и в сельских поселениях, примерно 85% семей, где есть ребенок школьного возраста, оказывается, уже имеют компьютер и интернет. Независимо от того, город это или небольшая деревня. В то же время у учителей этих компьютеров не было. И в школах между учителем и ребенком постоянно росла вот эта цифровая пропасть. У вас бездетные учителя? Вот такая статистика. Это другой способ подчинить систему. Такая статистика. И тогда было принято беспрецедентное решение президента нашей республики. Мы за год, за полтора года реализовали программу «Ноутбук учителю». И сегодня у каждого учителя, даже если учитель физкультуры, самый малый комплект на сельской школе, у него теперь есть ноутбук. Более 40 тысяч ноутбуков были переданы учителям. Именно ноутбуки, чтобы они использовали их и в школе, и дома. И учителя труда тоже. И учителя труда у всех. И у завучей, и у директора в том числе. И в школах удалось смонтировать 11 тысяч Wi-Fi точек. Самые крупные школы переключить на оптику. И мы получили очень интересный результат. Когда 40 тысяч учителей оказались в онлайне. Вместе с ними 350 тысяч школьников оказались в онлайне также использовать те сервисы электронного образования. Если в начале года этими сервисами пользовались лишь 20 тысяч родителей, 20 тысяч родителей имели уникальные логины, пароли для того, чтобы в систему входить и в ней работать. То уже в мае, к концу учебного года их стало 240 тысяч. То есть 350 тысяч школьников, 240 тысяч родителей, еще 40 тысяч учителей. Это пример такого нишевого проекта в конкретно отдельно взятой сфере. Я так понимаю, что жаловаться Игорь Шоголеву вы не будете ни на что. Или как? Очень позитивно, я даже не хочу разрушать. Нет, единственное, что мы, конечно, очень ждем реальных решений, когда все-таки заработает тот самый консорциум по сети связи четвертого поколения. Потому что, как вы знаете, в Казани определенные шаги были сделаны. И действительно очень хочется, чтобы это скорее стало доступно уже населению. Рассчитываем, что появятся абонентские устройства. Недорогие с этим пока серьезные проблемы. Будут решены все проблемы ввода сети в эксплуатацию. Действительно, население этого очень ждет. По крайней мере, количество обращений граждан в адрес Министерства связи с Татарстаном очень много действительно связано именно с перспективами запуска этой новой технологии. У меня вопрос, может быть, к Николаю Никифорову, может быть, к кому-то еще из региональных министров. Собственно, центральный вопрос нашей сегодняшней встречи. А, собственно, что дает сеть? Вот отличный проект, о котором вы рассказали, когда школьники вышли, а вслед за ними погнались учителя и так далее. Замечательно. Но это просто количество. Что в качественном отношении дает интернет? Есть ли какие-нибудь показатели у вас? Я не знаю, там, темпы... Поступления в московские вузы. Экономического роста. Чего угодно. Не важно. Где мы могли бы проследить влияние интернета? Вы знаете, я не могу сейчас дать такую оценку, насколько процентов растет валовый региональный продукт, если доля проникновения интернета как-то меняется. У нас сегодня примерно 58% домохозяйств. Подчеркну, домохозяйств не людей, а 58% домохозяйств имеют компьютер и интернет. И примерно 80% населения потенциально имеют доступ к технологии 3G. Просто там базовые станции покрывают вот те населенные пункты, которые в сумме дают 80% населения Татарстана. Конечно, мы считаем, что это неотъемлемая часть современной экономической инфраструктуры. И вложение в современные телекоммуникации, неважно, проводные, оптические или современные мобильные технологии, это также важно, как строительство дорог, мостов, больниц, школ и так далее. Это действительно так. Но в силу того, что сегодня один из ключевых проектов, реализуемых министерствами связи и федеральным, и региональными, это все-таки перевод государственных услуг в электронный вид. Хотел привести такой простой пример, что перевод каждой конкретной услуги, когда человек не сходил лишний раз ногами, это как минимум его человека часы, которые тоже можно посчитать. Можно просто зарплату взять среднюю за месяц и посмотреть, сколько рублей в рабочее время мы тратим на то, что, к примеру, оплачиваем какой-то штраф или подаем заявление, потом стоим в очереди или даже на приеме к врачу. Вот здесь можно посчитать очень хорошую экономию. И на примере Татарстана мы видим, что каждый месяц уже сегодня удается экономить по самым скромным оценкам, без учета каких-то коррупционных проявлений, повышения эффективности работы самих госорганов. Только за счет экономии просто времени жителей не менее 50 миллионов рублей каждый месяц. Это значительно превышает затраты на перевод госуслуг в электронный вид и на проникновение интернета. А если задуматься, что в это время все мы, как жители, мы в том числе где-то работаем и также производим этот валовый региональный продукт, попросту говоря, мы не производим полезного труда, когда перемещаемся за этими госуслугами, стоим в очередях, то этот эффект значительно и значительно выше. Это вот как тоже такая нишевая сфера, которая позволяет говорить о том, что информационные технологии – это действительно серьезный ускоритель в целом производительности труда. И, собственно, когда мы сейчас сравним с развитыми странами и жалуемся на дороги, плохие поликлиники и все прочее, нужно все время помнить про то, что производительность труда у нас все-таки немножко другая. И информационные технологии, и телекоммуникации – это очень важный ускоритель вот той самой производительности труда. Как что позитивно? Я думаю, что на федеральном уровне и в Москве знают, что там с помощью госуслуг можно сгадать загранпаспорт, что там еще можно записаться на снятие регистрации или автомобилей и так далее. Я тогда последний пример. Да, вот хотел, что у вас в этом. Только что как раз обсуждали на таком неформальном совещании под руководством Игоря Олеговича. У нас есть абсолютный рекорд по услуге регистрации брака, когда человек может подать заявление электронно, выбрать время для бракосочетания в любом ЗАГСе Татарстана, в самом далеком, может быть, каком-то селе. Оплатить пластиковой карточкой виза или мастер-карт, выданный Бэнк оф Нью-Йорк, госпошлину без комиссии. Вот это услуга. То есть вы лишили людей этого прекрасного ритуала посещения ЗАГСа. Там же расписание дикое, нужно каждый раз приходить, и там закрыто все время. Ритуал уже красивый был. Настойчивые только доходили. Так вот, этой услугой в электронном виде... Сейчас расскажу историю про это дальше. И самое главное, что этой услугой в апреле месяце, до ее проникновения этой услуги составило 74%. То есть три из четырех заявлений в ЗАГС Татарстане были поданы электронно. Оплачено, да, одной карты. Президент Татарстана, когда мы эту цифру говорим, он все время просит проверить, в какое время суток подаются эти заявления. И что это значит? Набережные Челны, наш Лас-Вегас. А давайте вот про Мариэл поговорим все-таки уже. Все-таки мы находимся же в Мариэл, я правильно понимаю, да? Поэтому, вот, Ведендик Декартович, расскажите нам что-нибудь про вашу специфику. Может, наоборот, может, у вас тут так все хорошо, что и не надо этих вот сетей там. Понятно. Добрый день, коллеги. Просто коротко скажу историю интернета в Мариэлской. Это отдельная история. В 91-м году здесь появился узел Релком. В 96-м году, по данным АМТ-групп, с которым мы работали, мы построили в России первую региональную сеть передачи данных, айпишную, на базе цисковского оборудования. Это все районы центра тогда были подключены по выделенным каналам к центру Ешкар-Рыле. И сегодня, фактически, вот, 26-го июня состоялось, юбилей такой, это 15 лет вот этой транспортной сети, сети Марнет. Вот. Там были определенные ресурсы. И в 95-м году мы создали первый сайт www.maris.ru, еще в домене это было. Вот это краткая история, наверное. Ну, сегодняшнюю историю уже обсуждали. Вы анализ провели, да? Ну, единственное, пользуясь в том, что... Есть ли на что пожаловаться? Да, вот тарифный план, вы сказали, там, 300-400 рублей. Сегодня, насколько я помню, 350 рублей, где-то 2 мегабита. И в рамках контента Марнета внутреннего, это неограниченный профиль по скорости, и весь этот контент сегодня бесплатный внутри республики. И многие наши пользователи, особенно в Казминянске, пользуются, значит, таким продуктом, Касперский интернет секьюрити. И мне кажется, в рамках вот этой акции было бы очень интересно нашим пользователям бонус какой-то от Касперских представить. Это была бы заключительная акция такой. Смотрите, это же министр связи. И Казминянск будет долгий. Простите сразу больше. Ну, а если просить по, значит, по развитию региона, это Ростелеком сегодня имеет лицензию на ЛТЕ в регионе. И если Марийска станет такой пилотной зоной, опыт у Ростелекома здесь есть. Это Лайн-ЖСМ, технологии ФМС, и ТФОП, и сотовый бизнес. И как конвергенные вот эти технологии сделать между мобильными и сотовой связью на базе ЛТЕ, это было бы вообще супер. Мы мечтаем, что у нас будет ЛТЕ, ФМС. А сейчас, мне кажется, Игорь Олегович может сказать по законодательству. Что там с законом у нас не так, с мест кричат. Вот я как раз хотел уточнить, в чем суть претензии к 94-му закону. Так, а уже был конкурс. Конкурс состоялся в рамках законодательства. Конечно, конечно. Все по конкурсу, все чисто. ЛТЕ есть уже, у Ростелекома. Тут присутствует руководитель макро-региона Волга, компания Ростелеком, он может как раз про планы компании рассказать. Давайте, давайте. Министр объявил. Это Александр Лоскутов, да? Правильно? А-а-а. А, тут другую, другую бумажку. Да. На самом деле, я хотел сказать, что Ростелеком планомерно и достаточно активно развивает доступ в интернет в целом по ПФО. По состоянию на 1 января этого года оптика дошла до населенных пунктов с населением от 5 тысяч человек. Остались редкие крупнонаселенные пункты в Кировской области, конкретно, где еще мы не до конца это все сделали. С точки зрения беспроводного интернета и того, что нужно сделать для того, чтобы стало комфортнее, на самом деле все просто. Есть CDMA-лицензии, которые будут реализовываться в партнерстве с компанией Skylink. Это позволит дать хороший скоростной интернет жителям малых деревень и тех территорий, которые пока еще недостаточно закрыты. Уже на ближайшие два года планируемая сумма инвестиций на макрорегион Волга по этому направлению превысит 2 миллиарда рублей. И, соответственно, мы рассчитываем, что к концу 2013 года можно уже очень симпатично и очень качественно говорить об изменении тех скоростей и о том, что глухих углов не останется. Вот так. Спасибо большое, Дмитрий. Я предлагаю перейти к вопросам из зала, чтобы не только мы имели возможность задавать на теле приятный вопрос. Задать неприятное что-нибудь. Там микрофон у нас есть. Как только получается микрофон, можно задавать. Лобанов Сергей, блогер. Блогеры потом. Когда номер будет отвязан от оператора? Можно я скажу, 6 лет назад я переезжал, менял регион, и тогда в новостях было, что вот-вот, я год еще держал за собой свой старый номер, все ждал, что вот-вот, у меня был там красивый номер. Но вот 6 лет уже прошло, и эта дискуссия вообще утихла. Нет, она не утихла. Она сейчас во всю идет, в том числе и в рамках Государственной Думы. Это одна из свежих тем, которая буквально под завершение сессии в очередной раз поднялась. Во многом вопрос законодателя. Есть, мы год назад об этом говорили, и технологические вопросы. Движемся, не все так быстро, как хотелось бы, конечно, всем, но тема есть. Другой вопрос, что наши коллеги-операторы, я прошу потом Ольгу ее позицию изложить, они уверяют, что для них это пока не слишком привлекательно, потому что масштаб вложений, который им придется сделать, не сопоставим с тем количеством абонентов, которых эта услуга могла бы заинтересовать. Это один из их основных аргументов, которые они используют. Да, я его подтверждаю полностью. Более того, я могу сказать, что мы работаем в Грузии, где это законодательным образом закреплено, и было очень много опасений у всех операторов, которые работают на этом рынке, но в результате каких-то существенных изменений не было. То есть мы видим статистику, уже проработав достаточно долгий период времени на этом рынке, что фактически каким-то образом значимо это не повлияло на перераспределение абонентов. А это о чем говорит? О том, что эта услуга, она востребована только очень маленьким процентом людей. А затраты, безусловно, высоки. Вы понимаете прекрасно, что мы, безусловно, мы же бизнесом занимаемся, поэтому если у нас какие-то затраты будут возникать достаточно существенные, нам придется поднимать цены. Я не думаю, что большая часть абонентов, которые заинтересованы в повышении цен, были бы довольны, если бы это произошло, но при этом бы они получили возможность переходить своим номером. Правильно ли я понимаю, что операторы лоббируют как можно больше затягивания рассматривания этого вопроса в Государственной Думе? Поскольку его затягивания я больше ничем другим объяснить не могу. Я не знаю, что такое операторы лоббируют, поэтому не комментирую. Они не знают. Сейчас, секунду. Единственное, у меня будет просьба по порядку введения. Друзья-блогеры, давайте мы придерживаться интернет в регионах темы, потому что будет еще раз, если к министру вопрос, потому что будет еще с Игорем Щеголем отдельный разговор, и там мы можем по чему угодно. Да, сейчас вопросы нормальных людей, не блогеров. Нет, блогеров можно, но по теме. Пожалуйста, вот там микрофон я вижу. Почтение. Поближе микрофон. Нет? И он за последние два дня изменился временным образом. В нарушении создания президента, сейчас операции обранилили так, и сейчас только сертифицировали, и только подмитрение предрогнали, что дело сейчас оператора не совсем понятного. Почему закон изменился за два дня так, несмотря на то, что полтора года обсуждали совершенно другие вещи в разных работе группах, и СССР, и климинсвязи, и МНСССР обсуждали в каждый раз. Сейчас закон совершенно. Мне кажется, да. Мне кажется, как раз вы нарочно, это вы полагаете по теме, да? Мы не совсем не в отношении к мобильному интернету. Нет отношении к интернету, потому что любой интернет оператор, провайдер обрабатывает персональные данные, от него заставляют получать лицензию, от него заставляют приобретать сертифицированные средства, которые стоит огромные деньги, от него заставляют обучать своих людей, и так далее и так далее. Это scholarships для небольшой организатора, для небольшого провайдера Коллеги, если я не ошибаюсь, мы здесь находимся на земле, которая живет памятью об Остапе Бендере. Я процитирую не его, а слова его земляков из Одессы, я вам не скажу за всю Одессу. Позиция министерства была и остается как раз ровно той, о которой вы говорите. Должно быть разделение по категориям пользователей с тем, чтобы небольшой туроператор не тратил на защиту персональных данных столько же, сколько тратит на этот Центробанк. И мы с этой позицией работали, и на том этапе, когда с нами согласовывали, мы отстаивали эту позицию. Позиция законодателей, судя по всему, оказалась другая. Вы знаете, что есть разные группы влияния и разные группы интересов. По-прежнему подтверждаю, мы стоим за то, что должно быть разделение по разным категориям, и затраты на защиту данных должны быть сопоставлены с объемом бизнеса. Есть лоббирование, о котором не знают мобильные операторы. Поехали дальше. Простите, Игорь Олегович, это МИРПК Рузайкин, моя фамилия. У меня вопрос такой. Вот разговор пока идет в основном на уровне доступа. Но вообще говоря, смысл сетей, он очень важен и для людей такого корпоративного плана, то есть для систем корпоративных и государственных систем. Вот что-нибудь, скажем, и как меняется. Ну, то, что будет меняться, это так. Потому что вот мне как-то... Мне не очень понятно, почему, допустим, не присутствует Мордовия, скажем, здесь. Потому что, скажем, было бы интересно услышать, там довольно интересная работа ведутся именно с этой точки зрения. То есть есть государственная система, республиканская, скажем, и как работают, как пользуются они ресурсами этими сетевыми. То есть помимо доступа есть еще какая-то проблема именно со специальных ресурсов. То есть человек вошел, он должен пользоваться. Я так понимаю, что именно это вопрос. Меня интересует, как, скажем, использовать. Ведь одним из мотивов обращения к мобильной связи служит то, что она делает удобно не только, скажем, личное использование, но и корпоративное использование, в частности, системами, корпоративными и государственными системами. Ну, такой почти академический вопрос. Я думаю, если сейчас слово Дмитрию предоставить, он нам небольшую лекцию с презентацией слайдами может организовать, коротенечко, минут на 40. Вы имеете в виду данные со стороны регионов? Ну, данных хватает. И главное, что, собственно, вот, если говорить про систему оказания госуслуг, а это вот один из наших ключевых проектов, то без этих данных в масштабах страны это не заработает. Если у человека не будет возможности поработать с локальными данными, для него федеральная система существенно потеряет значимости. Что касается сетей, мы очень долго все для себя строили по сети. У каждого, значит, у нас одна была такая присказка каждому генералу, уходящему в отставку по чистоте. Соответственно, каждое ведомство у нас стремилось, если не по чистоте, завести себе ту собственную сеть построить. В итоге мы оказались там, где мы оказались. Я считаю, что сегодня нужно все-таки концентрировать ресурсы, и та модель по внедрению государственных услуг, она направлена как раз на то, чтобы уйти от необходимости каждому строить свою сеть. Именно поэтому мы внедряем такую модель, как инфраструктура, как услуга, и такая модель, как программное обеспечение, как услуга. Мы считаем, что это наиболее перспективно, чем если каждый начнет строить свои собственные сети. Спасибо большое. Я прошу прощения. Регламент нам диктует, к сожалению, то, что мы вынуждены последний вопрос задать. Да. У блогеров будет возможность еще пообщаться с министром. Хорошо. Алексей Громадчиков, журнал «Эксперт». Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Малые города, они очень страдают, так же, как и другие города, они страдают от мобильного мошенничества. Вот на этой конференции мы обсуждали эту тему, и, в частности, одна из основных причин этого явления, то, что там несовершенно законодательство, в частности, там мошенники легко получают короткие номера. Вот у министерства есть какое-то мнение по этому поводу? Может, план там работать с этой проблемой, может быть, тоже оператор может высказаться на эту тему? И возможности по регулированию. Да. Ну, давайте я, наверное, скажу, что мы делаем, да, потому что для нас это тоже очень большая проблема, поэтому мы работаем, да, мы используем различные каналы, то есть вплоть до того, что если человек получил какое-то смс такого рода содержания и звонит в абонентскую службу, говорит, что мне с этим делать, этот канал сразу же идет в работу, с ним работает наша служба безопасности. Вот, дальше эта вся информация передается, мы вычисляем, с какого номера это было отправлено, кому принадлежит этот номер, в случае единичных проявлений мы штрафуем, штрафуем, значит, мы это материально для контент-провайдеров, а в случае повторения мы их просто отрубаем. Эта работа поведется постоянно. Но мне кажется, здесь нет особой разницы между, так сказать, федеральным способом и, ну, локальным, да, я так правильно понимаю, особенно если говорить о федеральном операторе, процедура одна и та же, наверное, для всех, да? Я, можно немножко, отвечу более общо, да, просто по идеологии. Вот у нас у всех есть желание, чтобы государство все за всех отрегулировало. Есть тренд, наоборот, децентрализации и дерегуляции. Вот представим себе, что мы сейчас идем к тому, чтобы у нас появились на железной дороге компании, которые сдают в аренду вагоны. И представьте себе, что мы теперь обяжем эти компании проверять каждого клиента, который арендует себе вагон. Не повезет ли вам там наркотики, взрывчатку или еще что-то другое. Вот примерно то же самое требует от нас в отношении мобильного мошенничества. Мошенничество – это акт, который описан в нашем уголовном законодательстве. За него предусмотрена уголовная ответственность. Это вопрос взаимодействия оператора, пользователя и органов внутренних дел. Давайте мы не будем заставлять все отраслевые ведомства регулировать все до малейшей детали, то, что уже отрегулировано другими статьями законодательства. Еще у нас время есть на один вопрос. Давайте последний. Максим Зарецкий, Татар Информа. У меня вопрос достаточно региональный. В контексте того, что говорил господин Никифоров, наш министр связи, как показал опыт месячника по улучшению качества связи, который в итоге вылился в двухмесячник, настолько была популярна акция, на операторов не очень сильно действуют штрафы, которые в итоге выносят Роскомнадзор. И у нас был случай, когда месячник закончился, а буквально через неделю Билайн упал на сутки во всей Казани. Например, какие есть методы воздействия, есть ли вообще методы воздействия помимо штрафов? Как вообще заставить операторов исполнять какие-то вещи? Потому что штрафы их уже не пугают. Но если авария, на самом деле это еще не факт, что это ухудшение качества связи, это называется авария на целый день. Это я и про этот случай. Проблема тоже имеет такой широкий характер. И, конечно же, многое может решаться регулированием. Многое, как мы считаем, все-таки должно решаться рынком. Если вас не устраивает качество связи одного оператора, вы имеете право перейти к другому оператору. Если не устраивает качество работы всех, тогда есть возможность поинтересоваться, не являясь ли это предметом картельного сговора. То есть тоже в законодательстве есть механизмы, как с этим бороться, как показал месячник в Казани. Тем не менее, есть возможность, опять-таки, с привлечением пользователей выявлять слабые места и настаивать на том, чтобы узкие места расширялись. Будем вместе с вами над этим работать дальше. Думаем, естественно, и над возможностями правового, не законодательного, потому что это не предмет закона. Это вопрос правил эксплуатации сети. Конечно, над этим мы тоже работаем и улучшаем инструменты измерения. Но считаем, что все-таки мы достигли такой степени зрелости рынка, когда диалог с операторами будет более плодополен. Я хочу сказать, что мы работаем в рыночных условиях. Я хочу, чтобы все это понимали. Спасибо большое за слова, которые только что сказал министр. Но вы должны понимать, мы работаем в конкурентных условиях. Поэтому не штрафы работают на нас, чтобы мы увеличили свое качество, улучшали свое качество, прошу прощения, а конкуренция. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы удерживать своих абонентов и приводить новых. Если происходит, бывают иногда объективные причины. Иногда нам нужно время на то, чтобы построить сеть. Иногда нам нужно время на то, чтобы положить инфраструктуру. Но, безусловно, это вопрос конкуренции. И, конечно же, там, где проживает много людей, можно, конечно, проводить различного рода субботники. Но я вас уверяю, что там, где проживает много людей, мы в первую очередь ставим, если можем в этот момент это сделать, базовые станции. Или проводим туда широкополосный доступ. Спасибо большое, друзья. Я хочу еще раз, в том числе от вашего иния, поблагодарить участников нашей сегодняшней панели, дискуссии. Александр Ерофеев, руководитель управления маркетингов в исследовании лаборатории Касперского Ольга Турищева, вице-президент по маркетингу и бизнес-развитию в Импелхома, наших региональных министров в большом количестве, а также, конечно же, министра связи и телекоммуникации Игоря Щеголева. Спасибо. По поводу Татарстана не удержусь сказать. Мне просто поздно пришло сообщение. Нам рабочие перерубили кабель. Так вот, я думаю, что имеет смысл поработать с экскаваторщиками. Хороший пост с Кривну. Спасибо.